Я приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Селена Моя. Я рада, что вы заглянули на мой хагнюк. Сегодня отреев день. Символические девушки, женщины гадали на будущего. Ну, я так подумала, у многих. У меня в ноху находятся женщины, которые уже давно развелись, недавно развелись и разошлись с своим партнёром. И поэтому будет два варианта. Первый вариант – это кто хочет узнать, как дела у бывшего. И второй вариант – что ожидает меня с будущим партнёром. Если вы хотите и то, и друг узнать, значит, смотрите все два варианта. И начнём. Я хочу вас поблагодарить всех за поддержку моего канала, за лайки, подписки. И очень рада, что вы приходите на мой канал. Но, хотя я не так часто выхожу, но я выхожу по зову, как сказать, сердца, души. Вот. И сегодня я посмотрела, что такой день разрешалось гадать. И в древности гадалось. Я гадаю тоже не во все дни. И для вас я такую тему привела. Значит, первое будет – что творится у бывшего. Сначала найдём его, посмотрим описание его. Новым зрителям хочу сказать, что вы пришли сюда не случайно. Ничего случайного в этой жизни не бывает. И, как я всё время говорю, не забудьте обменяться энергией по закону Вселенной. Чтобы Вселенная, если вы не обменялись энергией с кем-то за работу, нет ни в чём-то другом, более важным для вас. Теперь начнём. Ваш бывший. Пажиком жезлом выходит он, даже не таким уж, даже не королём. Даже не королём. Ух ты. Клевечет на вас. Собирается что-то предпринять. Пажик жезлов. Ну, он, знаете, Пажик жезлов, я бы сказала, он такой детской всё у него осталось. Вот он разозлиться может сразу, вспыхнуть на всё, на всякую мелочь. Ну, как ребёнок, понимаешь, мальчишка, как избалованный мальчишка, я сказала бы. Которым всё, всегда раньше мамы уделяла внимание. И всё это. Может быть, даже наоборот. Мало ему внимания уделяли в детстве. И вот он теперь хочет, чтобы ему уделяли внимание. И хотел, скорее всего, хотел тоже, когда он с вами находился, что про него ещё может рассказать. Вот, смотрите, перевернулось. Сейчас это он говорит, в прошлом. Это в прошлом. А в прошлом хочет хотят каждый. И вспоминает он. Он вспоминает, как легко ему жилось с вами. Вот, карта тяжести, она перевернулась. Он вспоминает об этом. И вот вспоминает, что, ну, как бы сказать, скучает по этому. Вот, всё как бы далеко от него. Постоянно вспоминает, это как бы близко, но вы от него далеко. Вот, я бы так сказала. Что творится у него? Слабость какая-то, смотрите. Слабость. А в чём слабость? А слабость в том, что он, ну, поражение у него. Победить вас никак не смог, вас победить. Он не мог. Ну, как бы, вот тут на коне сидит. А это вы скинули его с коня. Вот этого победителя. Вот в вашем, в вашем союзе он оказался не на коне. Так. Видно было? Мои дорогие, вот обсидиан, камешек, хочу сказать, из-за того, первый раз. Я всё время напоминаю вам. Вот кто-то, кто хочет изменить круто свою жизнь и всё ещё как-то связан со старым партнёром, которым уже душа не лежит, вот, или не ладится и не хотелось. Чувствуете, что душа не лежит к этой семейному союзу. Вот, поносите с собой обсидиан. Он поможет вам переменить резко жизнь. И главное, вы должны постоянно медитировать, представлять, что действительно вы хотите в этой жизни, какую вы её представляете, даже если хотите какого-то партнёра, как вы представляете. Только не конкретного человека, просто представляете, с каким характером всё. Если вы хотите это потом. Или просто медитируйте то, что вы хотели бы. И носите эти камешки, пока это не исполнится. У кого всё нормально, например, уже этот камешек не носите с собой, ни этот с собой, чтобы у вас ничего не изменилось. Так, о бывшем. О бывшем. Что у него сейчас? А вы знаете, сын какой-то, король чаш, ну, очень такой, и родственник, который такой молодой, но, в общем, это не он. Нет, это не он. Эгоистичный такой он. Вот с ним вместе. Что они? Ой. Может быть, даже друг какой-то или что-то. Что случилось с этим королём чаш? Какая-то преграда. Застопорилась. Что застопорилось у него? Магия. А вы знаете, если это не он сам, то с каким-то родственником или мужчиной что-то обсуждает сильно клеветчат на вас, если не магией занимается. Это магия. А, да, магией-то занимается королева чаш. А они они как подсобные, как овечки. Правильно я так обсуждала? Нет? Они вместе? Да. Они вместе. Они вместе. в союзе с ней. Ак. А если король чаш, это он? Нет. Никак не он. Говорят их трое. Что-то затеяли. Что они затеяли? Магия. Разрушение. Чего? Хармония. Ваша. А, вот смотрите, магия перевернулась. у них сильное разрушение. Вот то, что они затеяли. И если они затеют сейчас, вот, у них не сработает. Магия перевернулась. Маг перевернулся. Башня разрушения. Разрушение стабильности. Вашей стабильности они хотят, ну, как одержимые, разбить вашу стабильность. но у них не получится. У них не получится. Что ожидает их самих после этого? Вот смотрите, ссоры. Они межсамы будут ссориться из-за жадности. И начнется апатия. Как же так? Почему ничего не получается? Поймут ли они, что вас трогать нельзя было? нет. Нет. Смотрите, Паш Мечей перевернулся. Мечей это он умный, прямой положительный, умный сознание, ум, рассудительность здесь перевернулась. Будут ли они опять рыпаться на вас? Да. Да, сказали троем. Троем. Как долбанет их высшеселы? Увидят это? Ну, это как-то глупо сказать, не увидеть. Они все видят. И что будет? Смотрите. Девятка Мечей. Стыд, страдания на всех уровнях жизни. Так. О высшем поговорили. Теперь, мои дорогие, кто хочет о будущем или настоящем новом партнере. И если не мальчики смотрят, пожалуйста, переделись делайте тогда на девушек. Вот. И будете смотреть по своей ситуации. Хотя вас мало на канале, но все равно вы у меня есть. А мы теперь о будущем о будущем вашем партнере или настоящем, но настоящем, но новом. Мы потом спросим тоже, что думает ваш род о новом партнере или о будущем новом партнере. Вот. Сначала о новом партнере. О новом партнере. Какой он? Как его опишите? Король Пентакли. Человек семейный. Какой-то иногда неуверенный. Неуверенный в семье, в создании новой семьи в том, что когда-то он слишком много терял ресурсы с мечевой дамой. У него была связь. И вот поэтому он как-то не уверен еще в создании ну что он любит семью. Он вообще семейный вообще семейный человек. Король Пентакли он вообще вот такой расчетливый я сказала. Не жадный, а расчетливый. Он понимает. Лишние деньги тратить не будет. Ну даже может не обижаться, если он даже цветочек не купит вам. Он скажет, что-нибудь полезное купит. Конфеты лучше купит, чем вот это. такой вот ну знает как деньги тратить и как это они достаются. И вот он такой не очень романтичный, но человек помогающий. Вот смотрите, он раньше вот слишком много даже помогал и свой туз Пентакли очень много отдавал. теперь как-то он уже более может зажимистым показаться вам. Так. Ну такой он, ну терпеливый такой он. Он терпел очень долго вот эту мечевую даму, которая вот забрал, очень много забрала у него ресурсов. Теперь он еще более осторожный стал. Если вы если направо налево конечно которая раскидывает деньгами он женщина конечно так особо не будет это долго. И вы сами не сможете с ним находиться. а вот все обдумать всякий шаг и правильно что-то истратить вот такое вот он. Все в семью. Чтобы все у него было в достатке и в сохранности все лежало на своих полочках. Все логически думает все продумывает. Вот как дева обычно. Не обязательно что он дева будет или есть. Но земной такой земной знак земной. Земные знаки. И его надо всегда активные знаки. Это земля не может без воды например. Его всегда немножко чувствами нужно наполнять. Чтобы что-то зацвело. Но не заливать. Вот требует слишком много чтобы чувства любовь огненная. Чтобы от него шла. Чтобы каждый день это было. Как землю зальешь водой тоже ничего хорошего не будет. Вот это должно в норме быть. Ну и что скажет скажем о будущем высшие силы с ним. львы и львы с львы львы сейчас я вам скажу это вы смотрите у него долго долго о он не может от каких-то дурных привязки дурных сказать зависимости избавиться я перевернуты и вот он или как не может победить вот эти но кто-то у кого-то он например и станковит например что-то или привязка он никак не может избавиться от них победить эти а вы ему посланы вот смотрите как от высших сил чтобы избавиться вот от этого от этих дурных привязок дурных привычек или что-то плохое что-то что-то еще что-то было магии или что но я бы сказала да что то такое вот например кто-то выпивает или кто-то курит или что-то какая-то дурная привычка есть вот это этим питаются темные силы и агрегор вот этого агрегор алкоголя агрегор курение вот-вот очень они очень сильно они не отпускают так легко они не отпускают так легко этих людей потому что надо чем-то питаться и это не означает что он плохой человек просто ему тяжело с трудными привычками от этих избавиться что еще хотят сказать высшие силы тогда в будущем вот скажем мне как только они избавиться от этих агрегорируй этих должных привычек который приносит ему плохое здоровье то вот они все сяди десятка чаш полностью сказать полностью налиты бокалы будут счастье он станет королем мечей то есть король имеется король мечей тот который вот с мечом это обрубит вот эти то что тянет у него здоровье обрубит это вот тогда у него будет десятка чаш а справится ли он с этим смотрите общий расклад кто-то справится кто-то не справится ну а как у вас вообще семейная жизнь что насчет семейная будет жизнь вместе жизни а ваша совместной жизни что скажет карта ой смотрите десятка пентаклей сэмерка и чиньи а знаете азаршты и азаршты и азаршты и знаете у вас вы заметите вообще там это но это часто у людей же очень часто многие привычки похожи и вы будете видеть что у него очень много так разных таких привычек или действия как у вашего бывшего партнера это не но не обязательно что у вашего бывшего партнера только негативные действие действия привычки были это будет вам напоминать об этом что-то там там тоже так делали тоже так говорил как-то но а в конечном счете но в конечном счете вам вы научитесь как бы по другому по другому партнерстве но вести себя взаимодействовать и будет прогресс смотрите высшие силы вам помогут это как ступеньки в небо высшие силы вам вот это вот помогут и еще одну хочу ваш не силы смотрите я спросила тут разрушение силы я смотрю врагов нет разрушение другого рода у вас дело то что на вас действовал род бывшего или род другой бог а род ваша рода нет рот с которым вы были связаны да вы были связаны с одним родом может быть не обязательно с этим родом может еще по каким-то партнером вы были или там но у нас же даже родители замуж выходят тоже какой-то рот присоединяется к нам и так вот все какой-то рот действовал на вас забирал ваш сил вот он будет разрушен чтобы вернуть вашу силу вот а этот рот вы кого вам надо будет его может даже подскажете как отрезать ненужный рот отрезать род бывших до они когда отрезать рода бывших вы представьте так как будто вы берете ниточки и связываете свеча 4 свечи можете взять соедините с ниточками и проговариваете что вы отрезаете рады бывших вот рады врагов рады бывших которые тянут у вас энергию силы и что тогда я спросила тогда начнется сжигание этих энергетической нити которые тянули с вашего с вас с вашего рода счастье любого с насчет с прямом положении вышло солнце это означает счастье любовь правильный путь про это вы сделаете правильно самая лучшая карта к это колоде вот вот смотрите как интересный расклад расклад был на будущего или на нового вашего нового мужчины после бывшего я хотела бы узнать а как как будет как он к вам как он вас будет видеть как вам относиться я хочу ее нормальнейше взять видеть и к вам относиться вот смотрите карта рода вышла карта рода хочет говорить что она в прямом положении вышла и что для рода это как процветание для его же рода это вы как того то который не хватало этому роду я бы сказала смотрите магии уходит что вы поможете что вы поможете да роду их и вашему этим самым вашему и его роду поможете этого аиста как он вас как к вам будет относиться что это значит он как вы знаете это у него прорвутся чувства которые он всю жизнь держал он как-то в детстве мечтал о таком я это забыла тут как-то с вами прорвутся чувства даже неумеренные неумеренные умеренность перевернулась и тут прорыв такой чувств и потом будет как-то неуверенно будет неуверен будет выберите выберите его его да и начнет бороться начнет бороться даже может быть со своими чувствами со своей неуверенностью будет а он как бы будет считать что вы выше его или может быть он как бы недостоин еще или там сказать а нет ну как-то вот неуверенно он будет чувствовать себя как мальчишка что ли ну да 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 а вы знаете это как бы он будет думать как это вы встретились не просто так будто бы высшие силы помогли вам встретиться смотрите вот здесь ангел а вот тут мужчина с женщиной и он как бы обретает это семью как бы по духу правильно я спросила правильно ли я это поняла они да главное вам нужно будет терпение друг другу и у него а у вас ну а вы будьте как это король чаш то есть немного стойким таким характером мужской у вас такой но это же время сердечный то то что как раз духовно вот эту сердечную у него немножко маловато и у вас как то как раз вот эта водичка достаточной мере не переполненная и вот это ваш там и 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 сел тут уход от горящих берегов это у вас уход от горящих берегов и и и и и и и смотрите от бывшего ваш ваш бывший он был с подселенцем мы тоже пошел тоже пашеча и паш мечей спросил с подселенцем это как почему второй вышел ваш это карпа с подселенцем был человек если у кого был бывший у кого кто-то вот сыграет так что выход из горящих берегов у кого кто-то с детьми откуда-то идет и придет причалу с этим королем пентакли как создание семьи магия смотрю у них вот тут спадает спадает у вас работ я понимаю это да да сказали вот мои дорогие не забудьте обменяться энергиями поставить лайк подписаться некоторые подписываются потом опять опять описываются а это получается так значит вы отблагодарили подписались а потом подарок нам пришли назад забрали свое это самое тем что отблагодарили получается вы ничем не отблагодарили и получается у вас просто вселенная встать ними где-то в другом потому что обмен энергии не произошел вы не отдали должное мне это ваши подписки комментарии как бы сказать не дают ничего я не зарабатываю на youtube вот я просто делаю для вас расклады страчу время просто просто так по душе когда мне это хочется вот и поэтому это для вас благодарю вас всего вам доброго не забывайте заглядывать иногда на на мой оконек и узнать что вы для чего вас привели сюда высшие силы до свидания и прекрасных рождественских предрождественских дней и